Ребята разбились на две команды. В первую входили дети, которые уже несколько лет занимаются судомодельным спортом. А вторая команда состояла из новичков. Они представляли модели колесного парохода, винтового корабля и подводной лодки. Ну, в общем-то, им предстояла сложная задача. Нужно было в шестиметровом бассейне запустить модель с резиномотором и для получения максимальной оценки попасть в ворота из буйков шириной 10 сантиметров. С этой непростой задачей ребята справились достойно. Команда старших заняла первое место, а команда новичков стала третьей. В личном первенстве у ребят два первых, два вторых и одно третье место. Изготовление модели у многих из них заняло много времени. Начинали дети с изучения чертежей, затем вытачивали детали, паяли, клеили. Творческая работа, она зависит еще от прилежания, терпения и способности. Некоторые модели могут сделать за полгода, а некоторые за два года не осилят. Сейчас воспитанники Юрия Недайкаша готовятся к первенству Сарова по контурным моделям кораблей на призы общественной организации ветеранов военно-морского флота имени Федора Ушакова. Эти соревнования пройдут весной следующего года. Их участниками станут не только дети из Дворца детского творчества и Станции юных техников, но и взрослые, их отцы и дедушки. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.